Привет дорогие друзья, вы на канале IT-доктор. Сегодня я покажу вам 65 лучших сокращений плагина Emmet. С помощью данного плагина, я надеюсь, вы уже знаете, что мы можем очень быстро писать код, буквально мгновенно у нас появляются сразу же куски кода, и таким образом мы очень быстро создаем верстку, как HTML, так и CSS. И в этом видео я вам покажу 65 лучших и самых популярных сокращений. Конечно же их намного больше, но зная вот эти вот, вы сможете практически любую задачу решать, а все остальные уже по вашему усмотрению можете изучить документацию. Если вам они понадобятся, то также их запомнить. Несмотря на то, что их довольно много, запоминаются они очень просто. И я предлагаю сразу же начать, так что садитесь поудобнее и готовьте запоминать. Справа у меня редактор кода, я увеличил размер шрифта и там и там, надеюсь, вам будет отлично все видно. Я здесь буду записывать конструкцию под определенным номером от 1 до 65, нажимаем клавишу Tab после того, как конструкция готова, и у нас появляется заветный код. Потом я буду удалять ее и на этом же месте писать следующую. Поэтому, если вдруг вы не успели, то перемотайте немного назад и поставьте на паузу, например. Либо же я буду делать небольшие паузы и в этот момент вы можете либо записывать себе, либо запоминать их сразу. Но, сразу хочу сказать, они очень простые, поэтому, я думаю, у вас не будет никаких проблем и запомниться они очень легко и интуитивно понятно. Давайте начнем. С помощью вот такого символа мы можем делать вложенность. Нажимаем Tab, у нас появляется вот такая конструкция. Вы видите, что было и что у нас происходит после нажатия Tab. То есть, три вложенных в друг друга тега. Див плюс Б плюс БКЮ. Заметьте, нажимаем Tab и БКЮ у нас превращается в блок квот. Это сокращение тега. И вы видите, что у нас происходит. Три тега стоят рядом. Конечно же, вы можете здесь писать любые другие теги, не обязательно точно такие же, но суть показать, как работают вот эти операторы. Вы уже знаете, плюс у нас создает соседние теги. Вот такая вот стрелка вправо у нас создает вложенный тег, а вот такая вот стрелка сверху, она выходит на один уровень выше по иерархии дерева. Нажимаем Tab и вы видите, что у нас происходит с данным кодом. Здесь у нас сразу несколько новых операторов. Первый скобки. Он работает как и скобки в математике, то есть у нас объединяется данный кусок и потом прибавляется к нему соседний тег футер, внутри которого будет тег П. А если рассмотреть подробнее вот этот фрагмент, то вы здесь видите, умножаем на два, то есть два элемента Ли и внутри каждого у нас будет ссылка А. Нажмем Tab. Появляется вот такая структура. Вы видите, насколько быстро и просто с помощью вот такого маленького кусочка кода мы создаем большую структуру. Здесь можно, конечно же, писать любые теги и все эти операторы, которые я вам сейчас буду показывать, можно комбинировать в абсолютно любых произвольных вариантах. UL, внутри которого 5 элементов Ли. С помощью умножения вы уже знаете, как это работает. Смотрите, здесь у нас Ли.сэмпл. Это у нас означает, что Ли создается с классом Сэмпл. Знак доллара мы можем применять в тех ситуациях, если мы ставим умножение. То есть здесь у нас будет 5 элементов Ли и у каждого из них будет класс Сэмпл 1, Сэмпл 2, Сэмпл 3 и до пятого элемента. Так как мы здесь поставили знак доллар. Смотрите, теперь на примере нажимаем Tab. И то, что я и сказал, у нас появляется. У каждого из элементов Ли класс Сэмпл от 1 до 5. Решетка header, либо же другое слово создает у нас div с идентификатором header. Именно div. Если вы хотите создать другой тег, то вам необходимо здесь написать, например, img header. Тогда у вас появляется img с идентификатором header. Точно так же работает точка title. Только для класса. Если мы не указываем здесь ничего, будет div. Если же укажем там какой-либо тег, у нас появляется тег с данным классом. Также эти два значения можно совмещать. Например, указывать решетку и точку. То есть будет у нас идентификатор и класс. Смотрите, что у нас получается. Форма с идентификатором search и классом white. Через точку записывать сразу несколько классов. Либо же через решетку записывать несколько идентификаторов. И вы видите, что они у нас создаются через пробел. В квадратных скобках мы можем указывать любые атрибуты. И точно так же, как мы их обычно пишем, через равно указывать значение. Нажимаем tab и у нас появляется тег p с атрибутом title, у которого значение текст. Фигурные скобки указывают то, что у нас внутри тега будет такой текст, который написан внутри скобок. Вы видите, у нас создается ссылка a и внутри текст click me. Просто тег a. Тег a. Link. У нас создается так же здесь http с двойным слэшем. И еще один вариант. А двоеточие mail. У нас создается для адреса электронной почты. Такая вот заготовка. Дальше у нас просто два тега. br, так и записывается, и hr. Здесь нет никаких особенностей. Просто записываем тег и нажимаем tab. Так как тег не парный, у нас создается просто один его вариант. Link. Просто link. Link. Link.css Link.fvcon В принципе, здесь комментариев не нужно. Вы все прекрасно видите. Это что касается тега link. Три варианта через двоеточие записываются. Для тега meta точно так же мы можем записывать просто meta, но обычно это не применяется. Так же мы можем записывать meta.utf, то есть создать метатег с кодировкой utf8. мета двоеточие vp. Это у нас создается метатег для адаптивных дизайнов сразу же автоматически со всеми нужными параметрами. Подробнее мы это будем рассматривать в курсе по Bootstrap. А сейчас просто запомните, что можно писать meta.vp. tag style tag img создается сразу двумя атрибутами src и alt. Это очень удобно. form создает форму form get создает форму с методом get и форм двоеточие post форма с методом post tag label с атрибутом for tag input также у него есть несколько вариантов input двоеточие h то есть скрытое поле input двоеточие email тип email input двоеточие url input двоеточие p input двоеточие date time input двоеточие date input двоеточие s также есть input двоеточие c и input двоеточие r это у нас radio button и последний input двоеточие reset input input с значением reset все данные input я объединил в один раздел так как они просто показывают его разновидности но заметьте что здесь сразу довольно много у нас разных вариантов создать готовые input таких ситуаций у нас будет несколько и все они будут считаться за одну конструкцию emit поэтому здесь у нас будет довольно много конструкций так как некоторые содержат в себе еще конструкции и учитывать их я конечно же не стал дальше select просто создает элемент select и select двоеточие d то есть disabled opt то есть option очень короткое сокращение textarea textarea video textvideo audio tagaudio btn двоеточие s button submit btn двоеточие r button reset btn двоеточие d button disabled и просто btn создает обычную кнопку bq блок quote hdr создает тег хеддер ftr создает тег footer adder создает тег адрес ol создает тег ol ul создает маркированный список и dl создает список определений дальше у нас три тега table тег tr и тег td они записываются точно так же как сами теги но за счет плагина emit у нас появляется сразу открытый и закрытый тег далее давайте перейдем в css и будем рассматривать значение уже там значение pos то есть position по умолчанию relative также есть pos двоеточие s position static pos двоеточие a position absolute pos двоеточие r то есть relative и pos двоеточие f fix it t top r right b bottom l left z создает у нас свойство z-index f f n float none f l двоеточие r float right f l float двоеточие left float left clean clean bot c двоеточие n создает clear none c l r clean right и l clean left d двоеточие none display none r s resize resize rs d n resize none также есть rs d b rs d h и rs d v я думаю если вы знаете эти свойства вы уже поняли что h это горизонтальная v это вертикальная поэтому дальше я буду по минимуму комментировать обязательно смотрите видео уроки по html и css в курсах где мы изучаем данные языки если вы еще не знаете всех этих тегов и свойств и тогда вы будете все понимать а сейчас давайте продолжим рассматривать свойства кур ха курсор хэнд курсор хэлп курсор поинтер курсор текст м моржин мт моржин топ mb моржин ботом ml моржин лифт mr моржин райт точно так же для п padding padding right padding top padding left padding bottom bx h создает бокс шэдоу то есть тень и сразу же у нас вы видите появляется префикс в вид той ширина эйч хейт моф мах мах х мак с хейт так же у нас есть ь мюв то есть минвид и мих минхейт это что касается высоты и ширины дальше у нас fv с двоеточим n например и fvb font-weight-bolt ff font-family tar text-align right tach text-align justify tal text-align left it tech text-align center tdn tdu text-decoration underline tdo overline e tdl line true ttn text-transform-non ttc capitalize ttu uppercase ttl lowercase tsh text-shadow lh line-height lts letter spacing background bgn background-non bgc background-color и bgi background-image c color c двоеточие r color rgb c решетка f белый цвет bd border bd двоеточие n border-non bd плюс border с границей 1 пиксель solid черного цвета bd rs это у нас border-radius также у нас есть собака f то есть создается у нас конструкция font-face собака f плюс создается у нас расширенный font-face собака i то есть импорт собака m media для медиазапросов и последнее у нас опять таки в html мы можем написать html у нас создается тег html можем написать html двоеточие 5 у нас создается такая вот конструкция и точно так же восклицательный знак и tab самое стандартное создает наш шаблон html5 в принципе на этом все я надеюсь данное видео было вам полезно и в правильной форме подано для того чтобы вы смогли легко это все запомнить но если сразу все не запомнили не отчаивайтесь просто на практике постепенно их используйте и они у вас в голове сами отложатся я надеюсь помог вам в этом видео ставьте обязательно лайки подписывайтесь на канал и если вы еще не очень хорошо разбираетесь в html и css обязательно переходите к этим видео курсам на моем канале и изучайте их ну а на этом я с вами прощаюсь до скорых встреч в следующих видео